Добрый день! В эфире телеканала «Губерния-33» новости законодательного собрания нашего региона. В студии Николай Придовец. На первом в новом году заседании законодательного собрания большой интерес у депутатов вызвало обсуждение госпрограммы по энергосбережению во Владимирской области. Она реализуется с 2006 года. Источниками финансирования являются как средства бюджетов всех уровней, так и частные инвестиционные вложения. Благодаря мероприятиям по энергосбережению за три года сэкономлено 280 миллионов рублей. Установлено порядка 32 тысяч новых современных уличных светильников, не только потребляющих меньше электричества, но и буквально преображающих облик городов. Большая работа проводится и по замене неэффективных котельных, работающих на мазуте или угле на современные. Примечательно, что в прошлом году Владимирская область одна из немногих смогла получить средства из федерального бюджета. Депутаты законодательного собрания отметили высокие результаты реализации программы энергосбережения. Одновременно они застрели внимание на плачевную состоянии тепловых сетей. Решать проблему надо и как можно быстрее. Многие теплосети фактически без изоляции находятся. И недавно проводил УНФ, Народный фронт, рейд. Все видели фотографии. Мы говорим, что и без фотографий на самом деле мы с вами видим, что во многих случаях сети требуют серьезного улучшения. Понятно, что сделать сразу все невозможно, потому что это огромные деньги. Если сегодня мы будем очень жестко заставлять теплоснабжающие компании ремонтировать эти сети, то они пойдут по единственному возможному для них пути, увеличению тарифа. И вот были предложения, что на федеральном уровне нам решить вопрос, предположим, по наказанию таких нерадивых компаний. Например, штрафы на них накладывать. Но опять же это может привести к увеличению тарифа. И эти штрафы автоматически будут перекладываться на плечи наших граждан. Поэтому мы сейчас дали поручение на заседание законодательного собрания нашему комитету совместно с департаментом ЖКХ изучить возможность каким-то образом влиять все-таки на наши эти теплоснабжающие компании, потому что они в подавляющем большинстве частные. И может быть, вот сегодня Глеб Сергеевич довольно грабое, разумное предложение интересное высказал, ну, какие-то совсем нерадивые компании наказывать, а те, которые, наоборот, качественно занимаются, поддерживать. На брифинге по завершении заседания Владимир Киселев рассказал о планах работы в новом году. Законодательное собрание будет еще активнее работать с жителями области. К уже привычным форматам, таким как выездные дни законодательного собрания, добавятся кустовые совещания с депутатами муниципальных образований. То есть у нас задача делать все возможное для того, чтобы законы, постановления, другие нормативно-правовые акции законодательного собрания, они принимались на основе предложений, замечаний, заявлений граждан. Мы каждый месяц в текущем году планируем делать одно выездное, как минимум одно крупное выездное мероприятие законодательного собрания в том или ином городе, районе нашей области. Разные будут мероприятия. Это заседание совета органов местного самоуправления, представительных органов местного самоуправления в Александровском районе. Там мы собираем председателей советов всех уровней, обсуждаем с ними текущие вопросы, советуемся с гражданами Александровского района, как правильно нам работать. Дальше мы выезжаем в Петушинский район, там проводим выездной день законодательного собрания, встречаемся с различными категориями жителей района, как мы довольно и раньше делали, не буду подробно рассказывать об этом. Ну и новшество, которое мы вводим, вот в апреле месяце мы планируем в Везняковском районе провести кустовое собрание депутатов, органов местного самоуправления, на котором обсудить проблемы наших городов, районов Владимирской области, обсудить те вопросы, те проблемы, которые сегодня волнуют, наиболее волнуют наших депутатов. Планируем это сделать совместно с администрацией области, пригласим туда ответственных работников администрации нашего региона, с тем, чтобы и по максимуму ответить на вопросы депутатов, которые, в общем-то, на сегодняшний день работают в органах местного самоуправления, и вообще понять, какие наибольшие проблемы волнуют сегодня жителей того или иного района нашей области. И там же на встрече с журналистами Владимир Киселев рассказал, что депутаты почти завершили проверку в сельхозпредприятии на предмет их защищенности по заболеваниям скота. Такую проверку попросила провести губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Депутаты проехали по территории всей области. Инспекция народных избранников выявила определенное количество недостатков. Все результаты доведут до Департамента сельского хозяйства. Задача – свести к минимуму возможность возникновения вспышек серьезных заболеваний у животных. Депутаты продолжают искать возможности, чтобы решить проблему с расселением так называемых Собинских казарм. В ноябре прошлого года по инициативе Светланы Орловой была создана специальная рабочая группа, которая тщательным образом должна проанализировать ситуацию и предложить возможные пути решения судьбы трех аварийных коридоров. Именно три здания пока признаны аварийными. Одно из них давно законсервировано. Глава Собинки Елена Карпова пояснила, что по нему уже в феврале будут объявлены торги на проведение экспертизы, после чего разрушенные здания, скорее всего, исключат из реестра объектов культурного наследия по причине утраты ценности. Также завершается работа по переселению жильцов из второй казармы. Ее судьба решится после проведения экспертных работ. Сейчас у нас в работе находятся два объекта. Третий объект параллельный – это улица Дмитриево в городе Собинок, улица 16, дом 16. По рабочему проспекту дом 11 и 13 уже активной стадии идет процесс подготовки документов на исключение данных объектов из культурного наследия. По рабочему проспекту дом номер 11 мы планируем провести процедуру и сделать проект приспособления этого помещения. Пока решение не принято, что там будет строиться, или жилье, может быть, какие-то объекты другого назначения. Все, что касается объекта рабочий проспект 13, мы пойдем по пути его полностью исключения из объектов культурного наследия с перспективой дальнейшего сноса, потому что данный объект находится у нас в аварийном состоянии. Сейчас разрабатывается проект рационального использования помещений. Пока участники рабочей группы обсуждают два возможных варианта преображения памятника. Создание в нем или музея текстильной промышленности, или социального жилья. У нас мысль создания там краеведческого музея. В стране, насколько мне известно, нет ни одного музея текстильной промышленности. А Собинка и Лакинск – это сердце текстильной промышленности Российской Федерации. То есть это вот первое направление. И второе направление – посмотреть, и мы сегодня над этим работаем, спроектировать такое социальное жилье, потому что сегодня там клетушки по 13-15 метров. Никто сегодня там жить не будет. И поэтому мы сегодня работаем, чтобы сделать квартиры по 45-50 метров, и тоже так же выдать его в качестве социального жилья. Но нужно реконструировать это здание. А статус памятника, он не позволяет сделать какие-то внутренние перестановки. Нужно какие-то будет стены убирать, что-то будет совмещать. И с одной стороны, у нас 8 однотипных памятников. Из одного мы хотели бы сделать музей, и оставить его как памятник 19 века, показать быт работников текстильной промышленности. Еще оборудование сохранилось. В Европе и в мире есть великолепные музеи, из которых можно брать примеры. И первый этаж нормально по социальную сферу. Те же магазины, тот же общепит, различные офисы и по социальному жилью. Председатель рабочей группы Дмитрий Рожков отметил, что в Министерстве культуры дали предварительное добро на проработку вопроса об исключении коридоров и списка памятников истории. Теперь дело за сбором необходимой документации. Губернатор Светлана Орлова на недавнем совещании с руководителями промышленных предприятий области поставила задачу максимально загружать заказами малый бизнес региона. И помочь в этом вопросе смогут депутаты законодательного собрания. В январе этого года Владимиру Киселеву обратилось руководство в одно из предприятий Гусь-Хрустального района. Благодаря уникальным разработкам ранее удавалось выигрывать тендеры у знаменитых зарубежных конкурентов. Но сегодня количество заказов резко сократилось. При наличии современного оборудования и производственных площадей предприятие может увеличить объем продукции. Помощь нужна именно в поиске заказов внутри региона. Даже вопрос с кредитованием не актуален. Председатель ЗАГС Собрания считает, что на опыте оказания помощи одному конкретному предприятию можно говорить о выстраивании системной работы. Иногда просто я прихожу к выводу, что директора крупных предприятий за огромным валом проблем они не видят своих соседей, они даже не знают. Задача органов власти, органов местного самоуправления, органов государственной власти помогать развитию внутренней кооперации в области. Мы попробуем помочь этому предприятию, а в дальнейшем, конечно, можно отрабатывать именно такие вот схемы работы, новые схемы работы, которые будут создавать систему внутрирегиональной кооперации. Вот это очень важно на сегодняшний день. Пока это все новости законодательного собрания, о которых мы решили рассказать вам в эфире телеканала «Губерния 33». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова